В ходах к съезду КПРФ всё пылает революционным красным. Вот такие маски мы даже выпускали. Как берут? Очень хорошо. Вот видите, маска осталась последняя. Я вот специально её сохранил, чтобы вам показать. В Московскую область съехались делегаты из всех регионов России. Надо с печки-то сходить и надо участвовать активно в политической жизни страны. В Уральской агит-палатке материалы для работы со своими избирателями впрок запасают коммунисты из Татарстана. Выборы были необычные, сложные, трудные, но наблагородные во имя народа. Проведение предвыборного съезда означает, что партия официально вступает в борьбу за места в Госдуме. Сейчас КПРФ состоит 162 тысячи человек. Большая часть из них наблюдает за этим предвыборным съездом онлайн в зале не больше 400 человек. И на сцене, где выступает нынешний лидер Геннадий Зюганов, памятник основоположнику коммунистической партии Владимиру Ленину. А вот аббревиатура СССР у современных коммунистов получила новую расшифровку. На съезде утвердили и предвыборную программу «10 шагов к власти народа». Что мы сделаем в первую очередь? Увеличим прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда до 25 тысяч рублей в месяц. Обеспечим качество образования и медицины. Необразованная страна не может иметь никакого будущего. Тайным голосованием участники съезда одобрили общефедеральную часть списка коммунистов. Лидер, ожидаемо, Геннадий Зюганов. Всего же в перечне максимально разрешённое число кандидатов – 15. Мы считаем, главное, если вы претендуете на власть, должна быть сильная команда, реальная программа и сплочённость всех левопатриотических сил. Вот вы сейчас здесь видите 50 флагов. Все 50 организаций входят в нас в левопатриотический блок. Идём на выборы власть народу и за СССР засильную справедливую социалистическую Родину. Коммунисты рассчитывают на публичное обсуждение предвыборной программы партии. Причём не только среди своих соратников, но и политических оппонентов.